Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Досточтимый Отец Николай, Настоятель всего Храма, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня особенный день для Града Москвы, потому что мы прославляем Царицу Небесную и пред ее особенно явившей множество милостей москвичам, да и народу нашему образу. Действительно, мы прибегаем со скорбями к Царице Небесной. Редко вообще человек приходит с радостью в Храм. Так уж мы устроены, когда все хорошо, то ну и что же, так и должно быть. Но как только что-то происходит, особенно происходит то, с чем мы справиться не можем, какие-то страшные диагнозы, какая-то разруха в семейных отношениях, какой-то конфликт с детьми, у родителей, у детей с родителями. Вот все это тогда, раня наши сердца, заставляет подумать о том, что вот ведь своей силой невозможно выкарабкаться из этой ситуации, невозможно соединить почти что разрушенное, невозможно исцелить настолько больное, которое, кажется, и не подвергается никакому исцелению. И тогда мы обращаемся к Богу. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, плохо, потому что к Богу мы должны обращаться всегда и в радостях, и в скорбях. Но, с другой стороны, современный человек, захваченный вот всем тем, что окружает его, сориентированный своим сознанием и своей волею совсем не на те ценности, которые являются ценностями Евангелия, божественными ценностями, живет, конечно, своей вот этой жизнью. И если хотя бы через скорбь и через болезнь человек приходит к Богу, и то это очень хорошо, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А ведь иногда пришедший в Храм Божий человек со скорбью, особенно той, которую он никак своими силами разрешить не может, получает исцеление от скорби, то чаще всего это очень сильно запечатлевается в сознании, в памяти и, более того, в убеждениях такого человека. И что греха таить? Ведь многие здесь стоящие и вообще верующие люди опираются в своих религиозных убеждениях именно на свой опыт. Потому что, если бы не было опыта получения ответа от Бога, от святых икон, от Пречистой Богоматери и от всех святых, то не было бы, наверное, никакой религиозности. Потому что ведь само слово религия обозначает связь. А как же может быть связь, если человек связи не чувствует? Сколько угодно можно говорить, я верующий, верующий, верующий. То есть у меня есть связь с Богом, я религиозный человек, а на самом деле жить совершенно не так. Реально не имея с Богом никакой связи. Вот эта псевдорелигиозность или, если вы хотите, какая-то такая бытовая, обрядовая религиозность. Она ведь не несет нам спасения. Она даже утешения нам не дает. А для того, чтобы Господь нам давал свое утешение, свою благодать, свою милость, связь-то эта должна быть реальной. Наша вера должна нас соединять с Господом. Мы должны стараться жить по Его закону. Не всегда это получается. И каждый это знает. Где-то по слабости, по различного рода обстоятельствам, до каких только не бывает причин, когда мы не способны, не умеем, не можем или даже не хотим жить по Божьему закону. Но от этого ведь Божественный закон не исчезает. Ведь призыв Господа жить в общении с Ним не испаряется от нашего неведения или, как я часто говорю, от окамененного нечувствия. Поэтому для того, чтобы связь с Господом сохранялась, чтобы наша вера была живой, чтобы слово «религия» по отношению к нам наполнялось реальным смыслом, что означает «связь с Богом». Мы должны эту связь поддерживать. А что для этого нужно? Для этого нужно обязательно иметь опыт ежедневной молитвы. И неформальный, когда читаем молитвословие, часто не понимая даже слов, лишь бы исполнить некие предписания. Молитва должна наполняться реальным духовным содержанием. Мы должны действительно к Богу обращаться с дерзновением, с радостью, с надеждой. Вот тогда мы будем и чувствовать Божественный ответ. А ничто не соединяет человека с Богом так, как реальный ответ от Бога полученный. Иногда эти ответы бывают удивительными, не поддающимися никаким законам естества. Такие ответы мы называем Божьим чудом. И очень часто чудо приводит человека к Богу. Но иногда не на всю жизнь. Прошло это первое впечатление от чуда. Подзабылось то, какими жизненными обстоятельствами это чудо сопровождалось. И наступает постепенное это окамененное нечувствие. Человек от Бога не отказывается, но живет так, как будто Бога нет. Ну, изредка в храм надо сходить там по каким-то праздникам. А выйдя за пределы храма, опять живем, как люди, которые и Бога не знают. Вот всякие чудеса, в том числе и совершаемые от чудотворных икон. Они, конечно, даются нам по нашей просьбе. О чем просим, то Господь и посылает. Но они даются не только для того, чтобы исцелить нашу ту боль, с которой мы к Богу обращаемся в момент скорби. И на который мы получаем ответ. Эти чудеса совершаются для того, чтобы мы укрепились в вере навсегда. И даже если больше никаких чудес в жизни не будет, и если сомнения будут оборевать, все нужно отвергать памятуя, что Господь дал нам хотя бы на мгновение почувствовать эту реальную связь с Ним. А мы ее получаем, эту связь, реально переживаем в Таинстве Святой Евхаристии. Когда мы прикасаемся к святыням, или когда мы спокойно, без всякого стремления показать свою набожность или свои добрые чувства, тихо совершаем добрые тела, помогая людям. Вот сейчас я знаю многих, которые такие дела совершают там, где проливается кровь, там, на Донбассе. Я знаю молодых добровольцев, которые туда едут, медицинские сестры, которые рискуют жизнью, иногда действительно жизнь теряют, добровольцев, которые вступают в ополчение, считая, что нужно защищать Отечество, потому что оно сегодня есть оплот православия в мире. Вот все то, что совершается там, на поле брани, конечно, требует нашей общей поддержки. Кто-то материально, но ведь каждый из нас может сегодня молиться за защитников Отечества нашего, памятовать о том, что там реально проливается кровь, прекращаются человеческие жизни даже в самом рассвете, когда молодые люди погибают. На нашу землю пришла эта беда, междоусобная брань. Враг рода человеческого посмеялся как бы над силой духа русского народа, когда я говорю русский, я имею в виду в данном случае украинцев и белорусов, тех самых русских, о которых говорит повесть временных лет, сказав, что отсюда пошла русская земля, имея в виду и Север, и Новгород, и Киев. Так вот, очень важно, мои дорогие, чтобы сегодня понимание своей принадлежности к русскому народу сопровождалось, несомненно, глубокой православной верой. А те говорят, что мы русские, а в храм не ходят. А задайте себе вопрос, а вы являете наследниками тех самых ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь. И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях? Сегодня особенное время переосмысления нашего отношения в первую очередь к Богу, к православной вере. те, кто сомневается, должны все сомнения отбросить. Кто не нашел еще этой веры, должен ее искать, должен приходить в храм Божий, должен молиться за родных, за близких, за воинов, которые сегодня за Русь жизнь свою отдают. Сегодня то время, которое нельзя проспать, события, которые нельзя пройти мимо, не сделав для себя самых важных духовных мировоззренческих выводов. Мы знаем, какое огромное влияние на возрождение православия сыграла Великая Отечественная война. Сейчас, конечно, не тот масштаб военных действий и не тот масштаб страданий, но ведь тоже кровь-то проливается и люди страдают. Я помню, какое было возрождение православия в родном для меня городе Ленинграде в послевоенное время, как народ тысячами шел во всего лишь только 13 открытых храмов в городе и как связывал со своей верой, с молитвой мысли о славном будущем Отечества нашего. Еще, еще раз хочу сказать, нам скорби подаются для того, чтобы мы выходили из этих скорбей лучше, чем мы вошли в них. А для того, чтобы было так, нужно укреплять нашу веру, молиться, просить Господа и об Отечестве нашем, о властях и воинстве и, конечно, о каждом из нас, о наших родных и близких, о наших детях, внуков и правнуках. И да поможет нам Господь не упустить этого судьбоносного времени, который даруется всем нам еще раз подчеркнул для обновления нашей веры, для укрепления нашего национального и религиозного самосознания, для того, чтобы мы дальше пошли по историческому пути, который Бог открывает нам с твердым убеждением в том, что православие, вера является духовной опорой жизни нашего народа, и мы должны опираться на эту опору, чтобы побеждать не только на поле брани и даже не столько там, сколько соприкасаясь со многими тяжелыми, скорбными, опасными обстоятельствами текущей жизни. Преклоняя колено перед образом Царицы Небесной, вновь и вновь будем просить ее, чтобы простерла она свой покров державный над страной нашей, над народом нашим, над властями и воинством и над всеми нами, с верой притекающей к его святому имени. Аминь! С праздником поздравляю вас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok